Ну шо, погнали наших городских. Для тех, кто пропустил, Колян дал слабину, Колян взял аптеку, ну вот, маг, девочка и взятка. Ну такой более-менее стандартный набор. Главное, что Колян выиграл монетку, потому что без монетки было бы тяжко. Ему действительно надо пытаться римовать и надеяться, что оно будет работать. Нурглии качественные. Фан-фактор? Да, плюс один. Мелочи приятные. Давайте смотреть со стороны Колина. Кому интересно болеть за Лилу, могут смотреть со стороны Лилы. А мы будем смотреть за более, так сказать, слабого игрока. Болеем за слабых. За андердога. Ну, Колян очевидный андердог. Мы болеем за андердога. Че есть травм там есть? На баночке отдыхает минус арморный. Вот этот парень, после ушедшего на пенсию силовика, пришел в команду. Минус мув. Минус армор. Тут топ-минус агила. Да, топ-минус агила. Ну, в общем, из серьезных травм только вот здесь. И минус арморный. Остальное... Ну, хотя, в принципе... Ну, да. Два минус армора. Да, Колян играет с габлой. Мне больше нравится габла у Гафи. Потому что она всегда концептуально называется Ёпта. Ну, его так называют. Ну, скажем так. Для Клина, конечно, матчап... Минусовой. Очевидно. Но я думаю, что с келухой и небольшой удачей вполне можно поиграть. Господи, подскок ПО ВАР. Ему, конечно, далеко до известного ВАРа Хаоситского, который убийста. Подскок ПО Блоч. Ну, тоже ничего. Я с другом Колян интеллектуально встаю от все на лос. Как говорится, у него есть какая-то тактика. Он ее придерживается. Я, кстати, думал бы о жадном стартовом Блице вот в этот восьмой армор. То есть, я бы поставил бы игроков и, может быть, действительно попробовал бы... Призадумался бы о поездке. Потому что вот этот парень только СМБ без Клавсы это такой, знаете, Хеслеровский воин с сайдстепом. Ну, просто мне кажется, что если играть очень осторожно, на дистанции все-таки египтянин, скорее всего, задавит. Поэтому есть легкие... легкие смыслы рисковать. Ну, осторожной игрой египтянина не заборешь. Он не сможет столько привести. То есть, здесь надо выбивать не просто игроков, здесь надо выбивать качественных игроков. Так не обязательно убивателям. Достаточно просто дать СМБ по восьмому армору. Даже колокол будет отличным выигрышем времени. Ну, я считаю, что СФ, конечно, лучше. Как минимум, потому что он дешевле и чаще работает. Мне вообще, в целом, не очень нравится прокачка египтянина местами. Да, ПО должно работать по лосу. Тут Джин не прав. Посмотрим насчет переедет, пока как-то так. Постенько начали. Ну, знаете, по-хорошему, чтобы играть этот драйв, надо было давать с лоса минус там два, минус три. Пока что-то как-то не очень. Неужели хочет дать блиц в сайдстеппера? Мне очень не нравится блиц в сайдстеппера. Ну, ладно. Надо прикрывать семиарморного. Я бы, кстати, на месте египтянина бы просто на пофиг дал бы блиц вот сюда. То есть, дал бы гард сюда, дал бы гард сюда и просто блицанул бы. Шансы на выбивание очень высокие. Да, будет блиц сайдстеп. Ну, шестерочка, допустим. Ну, наверх, потому что нельзя под пятку вставать. Любой из трех вариантов лучше вот сюда, наверное. мы же не хотим под пятку. Точно не сюда. Все, молодец. Аккуратно. Ну, лосс. Не оргазмичный, знаете. И даже фалить как-то не хочется. То есть, этот фол мусорный, этот фол в один ассист, все. Ну, да, Колян правильно не фалит. Нет смысла. Плохой начало. Один пробой и то, который остался на поле. Быстрая рука. Ну, что из вариантов есть? Три куба вот сюда можно расписать. Ну, самое простое дать три куба убиватором вот сюда. Они прям простые. Не требующие ничего сложного. Притом, позиция даже не просядет. То есть, воин встает вот сюда, воин встает вот сюда, допустим, силовой козлик встает и блиц. Или, допустим, этот парень встает сюда, вот этот парень сюда встает, вот этот парень встает сюда или сюда. козлик и блиц с угла. короче, много вариантов. Как хочется, так и делай. Единственное, что я подумал, у египтянина проснулось желание ходить по три минуты, типа, если играть как адант, то будешь выигрывать, или как? оказывается, что раньше египтянин ходил побыстрее. Ну, абсолютно ничто не мешало дать три куба, мы дали два куба, ну, и окей, как бы. И пробойчик. Ну, а зачем? три куба для слабаков, ребят. Ну, в принципе, игра в Чапаева скорее на стороне египтянина. Правда, он сейчас подставил вот этого воина под фол. Потому что если он будет сайдстепиться, да, Калян-то сразу видит, ребята. Потому что если он будет сайдстепиться, он будет сайдстепиться либо сюда, Либо сюда И там в него будут кубы То есть это просто плохая игра Египтянина и халявный фол Держу в курсе Ну наверх, наверх, что ты думаешь Видимо будет фол все-таки по борьбе Судя по тому, как Колян изначально поставил убиватора Фол видимо будет по борьбе Ну ладно Пока это выглядит как один из скучнейших полуфиналов рубла Я понимаю, что прошло всего два хода Но когда люди продумывают один простой блиц в два куба Который можно было дать в три куба две минуты Это тоскливо Ты не поверишь Жине Но почти каждый год ПВО довольно скучное Бывают исключения, конечно Ну как важно Вот Китл считает, что неважно Нет, я не так сказала Никому не нужный турнир Я с ней не согласен Но что поделать Но пока, конечно, все это чувствуется максимально феерическим Колян как бы пытается, наконец, использовать тактику зеленой стены Ну пока так Ну что, можно в ответ попробовать поиграть в стену В плане дать гард вот сюда Ударить зверем сюда Дать блиц вот сюда И тогда будет позиция неплохая Я бы, наверное, так и разруливал бы в наглую Контор эссис сюда Эсэфик вот сюда Блиц в этого Это поднимаем Это вставим И погнали Как будет играть египтянин Я не знаю Поэтому просто наблюдаем Он может сыграть как угодно Привет, Океан Я бы сказал Его плей не поддаются анализу Ну я бы сказал бы Что просто Вот Адамт Он 3 минуты говорит сам собой И делает ход А Лила говорит 2 минуты с египтянином И потом они что-то кликают на рандоме Без негатива, конечно Этот контакт мне не нравится Потому что нельзя будет найти Нормальные кубы в силового Мне уже, вот знаете, первый ход И уже не нравится А, мы решили типа Уронить седьмой армор Просто с руки Животный рерол Ребята Здравствуй, Макьяк Мы тебя сегодня вспоминали Макьяк, кстати Я смотрел твою последнюю игру В рубле И ты прям неплохо играл Кто тебя заменял Да и мы про вторую голову обсуждали Каждый раз, когда мы говорим про вторую голову Сразу в памяти ты всплываешь Думаю, понимаешь почему Извините, я качаюсь в кресло Ну, кое-как, конечно, разрулилось Но, на мой взгляд, не лучшим образом Ты играл трезво Вообще, другой человек как будто играл Это комплимент Мне прям очень Ты, конечно, немножко Ой, какая супершара Супершара Это аптека Аптека говна Ну, у египтянина вторая голова Это Лила, Макьяк Вот это, конечно Это наказание за трусливую аптеку Взял пуся аптеку Получай пуся пробой Пуси-пуси, мы на джусе Или как там это Минус армор, минус армор Ну, какаха сделала травму Акиема птичка Это потому, что у тебя хвост Или там какой-то другой посыл Ну, прям серьезно, Макьяк Довольно достойный уровень игры был В последней игре Я ее еще на Ютуб не залил Но, как бы, ох Вообще, обычно Колян играет Побыстрее, если честно Нет, нельзя использовать Только одну аптеку Я не токсик Я просто глубоко осуждаю Коляна за За пусичный Понимаете, Колян это человек, который научил меня Жать педаль В этот В землю А тут Колян берет и берет пуси аптеку Естественно, я разочарован Песню про птичку А что за песню про птичку У меня почему-то всегда про странные песни И вспоминается знаменитая Я маленькая лошадка Я маленькая лошадка И стою очень много денег Но это сетап под фол И попытка выбить важного игрока Джага-рычка отыграли Но, правда, без минуса И еще по-хорошему Надо сейчас вот эту дрянь в 1д повалить Может быть, даже подвести Ооо, подвел, подвел тролль Но фол выглядит уже не очень симпатично Ну ничего не получилось Колян жадно это сделал Для того, чтобы сэкономить игроков для фола Просто проверить И не получилось Это был правильный удар в какой-то степени Да не знаю Мне в целом понравилось в маке То есть единственное, что Вот момент в первом тайме Вот там с магом и всем остальным Можно было отыграть Немножко получше Там фигня была в том, что И маг читался И ты до этого маловато в контакте лез Ну это я так Без негатива Ну вот да, да Чувствовала, что ты, мага, боишься В мяч А что в мяч? Кого вы в мяч видите, ребят? Вар не добегает в мяч нормально Ну, чтобы в этом был смысл То есть Раз, два Три, четыре, пять, шесть То есть ему еще и дочь нужен Нет, конечно Это тоже не пойдет Да египтянию не нужно Египтянию достаточно Просто как бы бить То есть я бы сейчас думал бы о том, как Ну, надо резать кого-то бокового Еще непонятно кого Но кого-то бокового Может быть стоит вот сюда ударить сначала зверем Потом подумать над кубами в тролля Не знаю Может быть стоит выбить просто бладжиста Бладжиста, наверное, проще всего ударить Ну, борьбисту нет смысла идти в мяч Это бессмысленно Это блиц ради в лица Проще дать удар склавсой И получить какой-то значимый понятный профит Чем вот эти вот непонятные вещи Очень медленно играют, конечно Но я думаю, кстати, тут дело в том, что Ну вот действительно Колян ладно, у Колян просто сложная ситуация А на египтянина давит Психологический шанс Все-таки, когда ты впервые За 38 сезонов играешь в плей-оффе То это Маленькое счастье Маленькое чудо, я бы сказал Будет ли поэшера фалить? Я думаю, вряд ли Хотя я себя повалил, был бы резон Привет, Коба Извини Завтра тебя не посмотрим Очень плохое время вы выбрали О, опять нашлись кубы Но в этот раз повезло Не пробило Не нужна корова Я не думаю, что в ней есть смысл Что завтра смотреть-то? Ну, вдруг ты Покажешь чудо и обыграешь Сержа Шанс на это всегда есть Мне не очень нравится то, что Оставили козла В зоне удара Да, это Это правильная игра Только, конечно, не повалили А надо было повалить Ну, окей Жадно Колян играет через рычку опять Ну, прокатывай Это не ПО Вау Ребята, что случилось? Колян перестает Прожимать ПО Что же с нами стало? Ой, мерзкий вид Это, кстати, опасный мерзкий вид Потому что Здесь кубы в мяч Можно найти сейчас Сейчас уже запахло Кубами в мяч Я бы сказал Запах силен прям То есть Теперь читается А, тут просто встает Игрок И кубы в мяч Все 2D в мяч Там, правда, козлами Немножко не затечь вперед Ну, посмотрим И козла не повалили Кстати, плохо Потому что козел Сейчас может поиграть На мяче И тут не Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Что-то кубы вообще Полный параш У колена Если честно Это очень Неудачный ход Сейчас колена Будут бить Возможно Даже ногами Возможно Даже по голове Ну, просто сейчас Можно поиграть в мяч Сейчас реально Можно поиграть в мяч Все для этого есть Ну, воина-то поднимай Вот этого дурачка Вот сюда Этот дурачок Сюда просто читается В любом случае Просто смотрите Что сейчас можно сделать Удар в 2D сюда И потом Вот этого парня Можно освободить Через удар Ну, окей Уже неправильная игра То есть Надо было бить козлом Чтобы освободить воина Который встал бы Вот сюда Или вот сюда Или ударил бы сюда И был бы игрок На подборе Закат Почему грустно Грамм? У нас же теперь этот Росграмм Рерол Ну, тут плохо сыграл Египтянин Неправильный порядок действий Там В общем Заслужил не очень Кубы здесь Корявенько Корявенько Меня тут другое прикололо На эту тему Я тут уже вскинул Сейчас Как это же там называлось-то В России запустят Аналог Google Play Магазин приложений Nash Store В смысле Они хотели написать Наш Но написали через А Не знаю, как это правильно Звучит по-английски Вот И мне на эту тему Очень понравился Комментарий В О Дабла У Калина Появился шанс Мне еще понравилась Эта тема Комментарий На ДТФ Вот Мол Почему Наш Стор Звучит плохо Биг Разницы Это Саунс Ужасная Инкреди Был Данила Ну Египтяне Сейчас была Простая Хорошая Игра Ой Ну ладно Мерзкий вид Пока спасает Удивительно Но мерзкий вид На этом игроке Очень хорошее Положение Калина Немножко балансит Капель А вот и первый минус Проблема в том Что сейчас уже Пятый ход А Калян Фактически Половиной Тимы Стоит Ну На линии Центрополя Орки 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 не такая Быстрая Команда Если честно Чтобы идти И И как-то Продавливать Единственное Что мне Не нравится В позиции Египтянина Прям сильно Что его Лучший Вар Один из Немногих Гордов Ну Оба Горда По факту Отзонены И Египтянин Сам при этом Подкосячил Все Ну это Ладно уж Че с него Поделать Египтянин Уже Сделал Таких Как бы Два Три Относительно Серьезных Мисплеев Ну вот Я думаю Что будет На месте Египтянина Какой-нибудь Условный Купень Здесь Все Было Еще Грустнее Продолжает Воин Сидеть В заднице О Эд Шестерочка Приятная Александра С пробой Ладно Без пробоя Она не особо Влияет Этот Размен Все равно Плюсовый Пока Оба Размена Блицеров Сильно Плюсовые Для Клина Ну потому Что Страшно Влад Потому Что Какие-то Кубы Какие-то Кубы И так Будут Найдены А Любой Шальной Пробой С учетом Того Что Один Уже Черт Потерян Закопают Команду Еще Сильнее То есть Он скорее Ждет Какой-нибудь Дурной Позиционной Ошибки Египтянина Чтобы Пойти В прорыв Египтянин Пока Почти Их Не совершал Ну В смысле Настолько Критических Чтобы Спейс Появился Ну Сейчас Самое Простое Видимо Это Реально Блиц Вот Сюда И Просто Отзонивание Попытка Ожидания Какая-то Можно Конечно Блицануть В Чорка С таклом И Отдоль Жить Ну Давай Уточним Только То Что У Холина Типа Пять Гордов У Нурлей Два Горда Это Не Такая Большая Разница Как Тебе Может Показаться Дорогой Это Был Самый Простой Понятный Мув Тут Куда Не Толкнешь Все Равно Будет Активация Повезло Что Не Пробой Ну Кажется Нащупывается Прорыв Через Блиц В Зверя То Кажется Что Пора Блицевать В Зверя И И Идти На Гол Лучше Варианта Наверное Не Будет Как Надо Это Делать Прямо Сейчас О Это Супер Погано Тут В принципе Плевать Что Выбирать В любом Случай Это Будет Плошка Скорее Всего Я Так Думаю Нет Чет Колян Прям Ух Это Плохо Но Не Критично Все Еще Читается Блиц Попытка Забегания Хотя Сейчас Уже Конечно Тоскливое Времени Очень Мало Все Таки Колян Пошел И Мерзкий Вид Сыграл Очень Много Единичек Эксиде Тоже Одна Из Причин Почему Конкретно С Турглями Не Очень Приятно Фулл Контакт Но Тоже Выглядит Плохо Позиция Колена Прям Совсем Становится Дурно Пахнущей Самое Смешное Что Египтянин Ничего Не Делает Ну Без Шуток Египтянин Для улучшения Своей Позиции Сделал Примерно Ничего И Все Равно Колян Стоит Так Что Прям Хоть Стой Хоть Падай Самое Ироничное В этой Ситуации А сейчас Еще Будет Парочка Неприятных Ударов Какой-то Поджим Меча Даже Теоретически Очень Неприятно Тролька Подвел Подвел Сейчас Самое Опасное Это Залетающие Шары Сейчас Опять Подошел Момент Когда Любая Залетевшая Шара Прям Будет Опасно Аккуратное Поднятие Зверя Я бы Начал С теста Вот Этого Удара Вот Эти Два Удара Стоит Сделать Поднять Вот Этого Игрока В любом Случае Рерол Обязательный Ну это Опять Как бы Немного Много Добы Но в любом Случа Сначала Поднимаем Подними Подними Игрока Удар Теперь Слева Это Плохое Поднятие Ну ладно Но мне Пока Не нравится То Что делает Египет Прям Совсем Не нравится Вот Это Хороший Момент Может Быть И опять Повезло Клину Кстати Везет Он Уже Впитал Где-то 4 Мб Кловсы Без Пробора Ну Че Остается Либо Блиц Вот Сюда Либо Блиц Вот Сюда Либо Блиц Вот Сюда Разумно Предположить Блиц Вот Сюда С Кловсой Можно Конечно Подвести Типа Вот Этого Козла Сюда Вот Этим Воином Блиц Сюда А Этого Козла Ставить На Сейф Ну В любом Случа Египтян Какую-то Херню Сыграет То есть Вот Это Безопасный Блиц Это Блиц С Прицелом На Результат Это Блиц С прицелом На Выживание Ну Что-то Как-то Так Все Получилось Ну Вниз Вниз Да Что Ты Тут Думаешь Где Тут Вариантов Никак Нет Стоять Должен Чтобы Прорыв Колена Выглядел Ну Не Так Просто Хотя Все Прорыв Через Сентр Все Еще Читается Самое удивительное Что Египтянин Еще и Времени Тратит Довольно Много То есть Я Вот эти Ходы Говорю Секунд За Десять Египтянин Думает Над Ними Минуты Две И Еще Неаккуратно Их Исполняет Вот Бо Он Еще Аккуратно Их Исполнял Ну Воинам Тяпни Ну Не Сюда Тяпать Сюда Надо Было Вот Это Плохое Тяпанье Воина Потому Что Оно Дает Сраную Как бы Простую Активацию Оно Дает Сраный Простой Удар В виде Дыры Просто Пипец Типа Это Это Очень Плохой Удар Это Удар Который Просто Рушит Позицию На Ровном Месте Ужас Просто Вот Этот Удар Просто Ужас Ну Да Бесплатный Ну Ладно 4 Плюс Он бы Так Активировался Но Просто Если Мы Говорим О Логике Игры Так Делать Было Нельзя Потому Что Видите Это Сразу Еще Один Халявный Удар Еще И Пробой Не Я Про Вот Этот Удар Говорил Сразу Просто Видимо Коба Как-то Мим Прошла Не Не Везет Калину Обязан Реролить Если Колян Хочет Гол Он Обязан Реролить И Опять Плохо Ну Теперь Конечно Забегание На Гол Полная Залупа Если Честно У Египтянина Чисто Психологические Проблемы В этом Матче То есть Кальну Сейчас Надо Делать Удар Здесь Забегать Наискосок И Доджить Еще Вот Здесь Закрывать Козла В общем Звучит Не Очень Ну Либо Он Смиряется С Ничего И В Драйве Не Знаю И Так И Так Выглядит Не Очень Колян Заметьте Насколько Быстрее Колян Играет И Принимает В принципе Верное Решение Про Скубы Не Очень Лучше Бежим Теперь Все Решается В О Нет Ничего Не Решается Гола Нет Ну Теперь Самое Неприятное Потому Что Колено Остается Просто Ой Колено Египтяне Надо Просто Побить Ну Просто Побить Никто Не Добегает На Гол Просто Избей Просто Избей То Что Бьется Раз Халява Два Халява Три Халява Четыре Халява Пять Халява Ну Окей Первое Не Прокинули Просто Если Сейчас Прокнет Хотя Бо Одна Или Две Клавсы Будет Грустно Странно Что Колян Кстати СФ Отжал Мне Казалось Что Как раз Было Смысл Оставить СФ Чтобы Ударить В ответ Ну Ладно Вот Этого Отжатия СФ Я Не Понял Можете Мне Объяснить Если Вы Поняли Ну Ну Чё Подводим Козла Сюда Блицуем Скловсой Вот Сюда Даем Ассист И Бьем Зверем Сюда Надеюсь Что Мб Пробьет Седьмой Армор Ну Или Так Или Так Окей Ну Нет Ну Нет Ну Что За Тупня Ты Мог Бы Зверем Сделать Этот же Удар И Дать При Этом Клавсу В Девятый Армор Ну Ёба Боба Какая Слабая Игра Ну Дал Конечно Минус Но Как Это Минус Говна Пирога То есть Ну Можно Было Разыграть Это Эффективнее Ну Реально Эффективнее На Фол Ассист Отжал Ну В принципе Да Ладно Это Это Хорошая Мысль Увагин Спасибо Пожалуй Саглы Правда Сейчас Я боюсь Что Египтянину Может Хватить Тюма Как Бы Перекрыть Пятку И Помарчить Ее Я ХЗ Конечно Но Посмотрим Верим Ли Мы В Интеллект Египтянина Ну Он Начал Ударом Без Блока До Марки Окей Притом Мог Перекрыть Дорогу Ладно Не совсем Перекрыть Ладно Полностью Открывает Дорогу К Фолу Посмотрите Как бы Кричит Убей Меня Ну Окей И Сейвит Козла Подним Подним И не Подним Оставляет Пятку Пятку Окей Ладно Да А Дэнт От этого Вообще Сейчас Сердечный Приступ Схватил И сказал Продоговорняк Очередной Ну Тут Тяжело Как-то Не Увидеть Свободную Пятку Фол И Взятку Я думаю Дело Просто В том Что Из-за Того Что Весь Матч Шел Немножко В Другом Направлении Коля О Это Ептянин Забыл Вообще О том Что У Калина Есть Взятка Потому Что Не Было Ситуации Где Коляна Могу Пофалить Но Это Это Не Оправдание Конечно Справедливое Наказание За Плохую Игру И Без Реген Совершенно Справедливо Сыграл Херню Получи Траву И Сейчас Надо Быть Еще Одну Траву За Еще Одну Херню Какое-то Удивительно Долгое Ожидание ПО От Калина В общем Ептянин Как Обычно То есть Если Он Пропустит Калина В финал Это Будет Позорище И Видимо Будет Ну Судя По Тому Как Идет Матч Косяки Конечно Страшные Абсолютно Просто Нельзя Сильному Игроку Раз За Разом Давать Дайсы То есть Если Ты Постоянно Даешь Сильному Игроку Простые Дайсы То Он Тебе Рано Или Поздно Прости Господи Задайся Собственно Это Мы И Наблюдаем Я Боюсь Что Как бы На второй Тайм Еще Непонятно Кто В каком Сетапе Выйдет То есть Пока Что Минус Воин То есть Минус Воин С Мб Клавсой ПО Намного Важнее Чем Нулевой Чёрк Вот Если У Калина Не встанет Вот этот Парень И Допустим У Лилы Встанет Убиватор То Там Конечно Будет Неприятно А так Ну Напрашивается Блиц Вот сюда У Лилы Встанет Убиватор Ну а Кого Еще Господи Ну У египтянина Встанет Убиватор Извините Пожалуйста Тут же Просто Пошутили Именно Пролилу Поэтому Я Налилу И Отреагировал В общем Разочаровательный Матч Пока Примерно Как Сезон Окиямы В Рубли Вот Две Минуты Размышлений И Блиц Ну Ладно Типа Окей О Хорошая Травма Колено Придется Старать Аптеку Точно Придется И опять Неудачные Две Аптеки Говна Из двух Найс Это Наказание За то Что Аптеку Взял Ребят Тупо Наказание Знаете Кто бы Не вышел Чувствов Во второй Этот Ему Будет Не очень Весело Я бы Промотал Ебот Пару Ходов Но Что Посоветую Ижи 890 К Против Серджика Ну Посоветовал бы Не играть Этот матч Дай Ижи Серджику Взяткой О Ну Это Пипец Ребят Да Ну Это Это Ультра Шара Полетела Абсолютно Несправедливая Фали Фали Ёб твою Налево Мать У тебя Пять Замен Пофали Чорка У тебя Пять Замен Пофали Пофали Козло Козлу Я бы не кидал Два гфи На фол Но фол Читается Фальни Сраного Воина У тебя Пять Замен У тебя Минус Три Набер С Извините Не встал козел Конечно Но Из-за того Что Колян Получил Минус Два Блицера Все равно Будет Очень Тяжело То есть Колян В любом Случа Вышел В минус Один При том Что Колян Потерял Трех Позиционных Игроков Ну В общем Окей У египтянина Минус Два Позиционных Игрока Ну Блин К сожалению Механика Турнира Такова Что За 38 Сезонов За 38 Сезонов Даже Египтянин Может попасть В плей-офф Ругла Мне Все-таки Кажется Что Если За 38 Сезонов Египтянин Оказался Только Один Раз В плей-оффе Это Очень Хороший Показатель Для Лиги Без Негатива Ну Кстати Не сказать Что у Египтянина Прям Настолько Крутое Положение То есть На поле Осталось Две Клавсы Нету Одного Воина Тут Еще Придется Помучиться То есть В принципе При Грамотном Маге И Капельки Удачи Я Вполне Могу Допустить Что Как бы Колян Еще Подцепляется Ну Просто Не то Что На каждое Действие Египтянина Просто Он Не доигрывает Регулярно Тяжело Смотреть На то Как Человек Берет И подряд Не доигрывает Один Два Три Четыре Пять Пять Моментов То Если Ты Подряд Не доигрываешь Там Пять Моментов При Равных Командах Ты Всегда Проигрываешь Обычно А здесь Казалось бы Вот Ты Не доиграл Пять Моментов Потом Дал Две Ультра Шара Травмы Ну Ладно Одну Шара Травму Одну И Все Да Это Обидно Просто Если Египтянин Еще Научится Поднимать Игроков До Ударов Я На месте Калина Ливал Да Сразу Кстати Я Общественно На месте Египтянина Бил Б С Лос Вот Этой Клавсой Потому Что Я Б Зверем Блицевал Б В Семиарморного Серьезно Но Это Кажется Хорошим Ходом Ну Окей Окей Я Это Ну Ивент Очень Хороший Подведи Клавсун Сюда Ударь Это Бесплатный Хороший Удар Будет Ну Или Так Так Хороша Да Молодец Нет Египтянин Сыграл 38 Сезонов Че за Фигня Я умею Считать Умножь 19 на 2 Будете 38 Сезонов За 38 Сезонов Египтянин Только Один Раз Играл В ПО Вот Сейчас И Лила Только Один Раз За 38 Сезонов Вот Смотрите Сейчас Надо догадаться До Двух Простых Вещей Ударить Здесь Убиватором И ударить Здесь Блицом В Седьмой Армор Очень Приятный Минус Без Этого Горда Колену Станет Еще Труднее Типа Сейчас Вот После Этой Травмы Цена Этого Драева Стала В Несколько Раз Жестче Ударь Клавсой Ударь Клавсой Клавсой Ударя На Все Три Куба Хотя Тогда Ладно Извините Я Я понимаю Что Кому Нужны Три Куба Кому Нужны Удары Клавсой Что Это Вообще За Чушь Кто Кто Придумал Что Надо Так Делать И Естественно Мы Единственный Мобильный Клавсой Собираемся Делать Блиц В Сф Так От Которого Придется Доджить И Это Дольше Еще и Реролить Теоретически Придется Если Мы Не Повалим Ну Просто Реально Опять Очень Недоигранный Ход То есть Заметьте Можно было Ударить Клавсой В пятку Да Он Еще и Минус Агильный Блин Сука Так Вот То есть Можно было Дать Два Удара С Клавсой На Лосе И Дать Блиц С Мб В Седьмой Армор Простой При этом Не Продавая Зверя У него Было Было Бо Еще Клетка Назад Отойти Ну Я Понимаю Да Как Ты Собираешь Что Фалить Пятку Что Серьезно Серьезно Ну Колокол Без Удаления Конечно Самый Опасный Игрок На Поле Точно Все В Поряде Нормально У него Есть Какая-то Стратегия Он Ее Печет Такие Претензии Вообще Кто Мы Такие Чтобы Ругать Полуфиналиста Финалиста Рубла На самом деле Если На секунду Представить Что Все Это Запланированное Психологическая Атака На Колена То Отлично Конечно Работает Но по итогу Египтянин Разыграв Лосс Ну Дай бог Половину Силы По итогу Дал Минус Два Да 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 У нас У нас Две Замены Сто Процентные Мы Не Фалим Чёр Как В нормальный Фол Да Монеточный Зато Сейчас Мы Фалим Пятку Которая Ну Мягко Говоря Не Очень Опасно Ну А чё Нет То Логика Мне прямо Не хочется Ругать Египтянина Потому что Я понимаю Что Человек Тут чуть ли не Впервые В жизни Так далеко Забрался Ну То есть Знаете Фармить Рубл Это не Фармить Скрипл Условно Вот А тут По итогу Просто Мисплей 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 Ну Рубл Тяжело Потрясти После выхода Виталик Колян Молодец Колян Всё правильно Делает Забирай Рерол Нет Ладно Ну Колян Правильно Пытается Забирать Козлов Потому что Без Козлов Маг Станет Намного Лучше Это Это Разумная Мысль По итогу Как бы Потеряно Обе Мобильные Кловсы То есть Ну Египтянин Потерял Уже Три Кловсы Это Говорит О том Что Скоро Ему Придется Думать Справится Ли он С этой Задачей Непростой Я не знаю Я не уверен Что Руба Бейл Готовил Его Его К Сезон Непростой 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 Продажа Продажа Минус Агильного Козла Выглядела Настолько Нелепо Ну вот Ты Встал Гордом И Че Ну И Че Ну Это Это В плюс Клину Знаете В этой игре Реально Легко Болеть За Клина Потому Что Из-за Команды Андердог Египтянин Еще И Показывает Буквально Худшую Игру Которую Только Можно Ну Стоит Сказать Что Египтянин Уже Стоит Очень Плохо То есть Он сейчас Получит Очень Много Ударов И Любой Из них Может Быть Уже Фатальным С учетом Мага Так Точно Ну Так Нельзя Играть Ну Мэнни Попробуй Выйти В плей-офф Рубла Чтобы Там Был Кто-то Новенький Ничто Ж Особо Не Мешает Просто В рубле К сожалению Правила Устроены Так Что Можно Играть Очень 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 Долго Качаться Сколько тебе Вздумается И уже потом Как ракета Полететь вверх Не всем же быть Как условный Там Диамет Или Брайт Или вот Сержи Ну Я Не знаю Еще Хочу Записываться На этот Сезон Рубла Или Нет До Сих Пор В Размышлениях Скажем Так Мне не очень Нравится Этот Подход Потому Что Сейчас Просто Можно Будет Действительно Поджать Козла Не Обязательно Давать В него Даже Кубы Его Просто Можно Очень Качественно Поджать Даже Без Мага Слишком Много Бесплатных Ударов Я И так Чемп В Б 2 На мой Взгляд Чемпионство Пола Более Ценные Чемпионство Рубла По крайней мере Если ты Посмотришь На количество Усилий Которые Я Трачу На то Чтобы Стать Дважды Чемпом Пола И На то Количество Усилий Которые Трачу На то Чтобы Стать Чемпом Рубла Ты Заметишь Что Как-то Чемпионство Кола Меня Больше Вдохновляет Плохое Начало Для Колена Это Другое Не знаю Знаешь Раньше Как-то Давным-давно Было Какое-то Желание Получить Признание От Рубла Время Показалось Что Оно Не сильно Ко мне И Нужно Поэтому Когда-то Да Гештальт Прям Остро Стоял Что Надо Выиграть Рубл Сейчас Сейчас Гештальт Уже Так Не Стоит Квадруки Ну Колян Вот Заметите Абсолютно Отвратительный Ход Со стороны Египтянина И Квадра Ну Я Справедливо Че сказать Да Опциональный Дождь На Зонках Это Явно Какая-то Девиация Тяжело С тобой Не Согласиться Квадра В полуфинале От Колина Где-то Я Это Уже Видел Я Честно Говоря Не Припоминаю Но Можешь Напомнить Клейм Саша Старый Саше Надо Напоминать Если Че Просто Обидно Что Реально Египтянин Вот Показывает Такую Игру Вот Настолько Пырит Как бы Колина Это Прям Это Какая-то Наебка Прям В четвертом Сизу Господи Ну Это Ж Было Так Давно Клейм Извини Я Действительно Это Очень Большой Минус Но Это Похоже На ГГ Ребят Квадра Все Таки Сыграла Свой Рой Но Господи Как же Египтянин Плох Просто Из-за того Что сейчас Пробился Блицер Даже За мяч Цепляться Просто Нечем А че Гоблин То уже Не утащит Сейчас В гоблина Вот Марку Дают Теоретически Можно еще Подвести Зверя Поближе То есть Ну Как бы У Колина Выбора Просто Не останется Но даже При всем При этом Ну Колян Без Блицеров У Колина На поле Остался Один Блицер В одного Блицера Ты просто Не законтролишь Поле Даже Против Нургля Который Играет Вот так Вот в чем Проблема Очень плохо В общем Главный прикол В том Что все Таки В плей-оффе Кола Уровень Господи Окей Ну вы поняли В общем В плей-оффе Кола Уровень На мой взгляд Точно Не хуже Местами Даже Получше Чем в рубле За редким Исключением И при этом В плей-офф Коле Тебе не надо Катать Три месяца Девять матчей Чтобы потом Получить Вот Такую Хрень От От Товарища Египтянина И идти Ждать Очередного Сезона Или Или Заново Качать Тиму А тут Похоже По перманенткам Реально Заново Качать Тиму В коле Как-то Все это Быстрее Проходит Потому Что В рублете Надо Еще Если Берешь Новую Тиму Пройти Сало Сквиги Средний Это Все Очень Долго Муторно Мэ Нет Влад Вот Если Ты Немножко Понимаешь Что-то В Бладбоуле То Конечно Надо Было Сначала Бить А потом Двигаться Но Так Как Египтянин Играет Прости Господи В Финале В Полуфинале В Финале Че Уж В Финале Будет Играть То Оказывается Что В общем Не Особо Обязательно Надо Было Это Делать Кол На Фоне Рубла Вообще Изи Мод Сколько Ты Кол Выиграл Сколько Диамет Выиграл Кол Ну и так далее Это не в обиду Дио Это к вопросу Что Восприятие В общем Ну я понимаю Что Лицевой Разрушитель Лица Разрушнулся Класс Перманентка 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 Смерть Найс А сколько Ты Рублов Выиграл Нисколько Так я И усилия Не прилагал В рубле Да Команд На Помойку Ну я не знаю Как против Такого Дайсинга Играть Ну так Приложи Непрухов Коля Приложи Вот Диамет Например До хрена Прилагал К него И Рублов Попроще Чем У тебя Так Между делом Да На последнем Чемпе Мира Который Командный Сколько Ты там Очей Набрал Не напомнишь Сколько Феерических Игр Ты продемонстрировал На недавнем Чемпе Странно Что Габлаш Не умер Ну Тут Видимо Спасет Только Какая-то Молния На 16 Ход Хотя Вообще Конечно Не кажется Что Ептегин Можно Сейчас Запить И еще Пофармить Клина По ощущениям А Сколько Сколько Ты игр Выиграл Непрух Объясни Мне Сколько Чей Ты Я спросил Сколько Чей Ты Набрал Вопрос По-моему Простой Вообще Не Сложно Как Мой План На Победку Ну Главная Проблема Этого Плана Что Просто Времени Не Хватит Выстоять С этим Планом То есть Надо Чтобы Потом Египтянин Как Нибудь В 6 Кубов Не Нашел Ничего В Габлу Там Так Далее То есть Там Теоретизировано Может И Единственный Но По Факту Как Б Ух Да Непруха Как Хочешь Говори Я Ничего Не Хочу Сказать Ну Ну Вот Почему То В Изи Коли У Тебя Винрейт 37 С Половиной Процентов Ну Не Знаю Даже Мне Кажется Даже Не Прилагая Усилий Винрейт Должен Был Быть Повыше Если У Тебя Есть Квалификация Конечно Я Не Очень Понял Этого Блица Видимо Египтянин Пытается Придумать Что-то Интересное Жилка Кстати Что Не Проводят Индивидуальный Чемпион Мира Как-то Все Быстро Загнулось Я Не Думаю Что Это Блиц Под Фол Я Думаю Это Была Просто Попытка Блица Чтобы Выбить Убиватора Чтобы Он Не Портил Дальше Ну Окей Самое Дурневое Что Египтянин При этом Все Это Отыгрывает По Три Минуты Не Ну Судя По Результату Косплей Судя По Результату Косплей Адан Удается Так Так Или Иначе Но Пока Это Выглядит Очень Грустно С точки Зрения Просмотра Это Выглядит Конечно Просто Ух Фалит Собра Зачем Ну Ну Хотя Б Хотя Б Еще Одним Игроком Прикрыл Линейку Ладно Травма МНГ Найс Колян Сейчас Будет Стой Около Тысячи Ребят Здорово Хотелось Б Взять Комментарий После Игры Уколена Что Он Думает О Этом Матче Сколько Удовольств Он Получил Взял Аптечку Аптечка Просто Отлично Играет И Не Пробил Ну Видимо Мы Поднимаем Орка И Видимо На него Даже Пас Придется Отдавать По Хорошему Надо Одно Гафе Дать Наискосок Не Проксис Учетом Того Как Играет Египтянин И Какой Результат Мы Имеем Мне Кажется У Клина Есть Все Поводы Пригореть По Крайней Мере Я В Ничего Криминального Не Вид Ну Окей План Был Понятен Выйти Из Ауры Дать Подбор Пасс И Попытаться Вытащить Эту Игру Но Не Получилось Ну Че Осталось Получить Еще Как Б Две Травмы И Будет Софт Консид Здорово Феерически Интересный Полуфинал Рубла Почти На уровне Финала Аданта Портифаликса Гуса По крайней мере По скорости Игры Примерно Вот так Вот Ну Час Десять Сейчас Еще четыре Хода Мы подождем Будет Час Двадцать Час Двадцать Феерической Игры Египтянина Так Интересно Он догадается Силу Покачать Голом Как вы Думаете Чат Он догадается Покачать Силу Голом Неправильно Кстати Толкнул Сблица Но Пофиг Расскажи Почему Колян В атаке Не забил Ну Дело Не в том Что Колян Кинул На ГФ Единичку Дело В том Что Ну Блять Он просто Не смог Пройти Через Нурглей Он просто Не смог Пройти Через Нурглей Вот и Все Я думаю В этом Ничего Удивительного Нет При Такой Разнице В силе Команд Тяжело Играть Когда Ты Дешевле А Те Еще И Дайси Ну Понятно Я Правда Конечно Не думаю Что Квадра Прям Порешал Этот Матч Ну Потому Что Маг Хотел То есть Потратить На Что Более Разумное Чем Там Там Не было Прям Хорошей Возможности Для Юзания Мага Там Скорее Юзание Мага Имело Вот Смысл После ГФИ И то Я думаю Колян Бо Не потратил Короче Просто У Клина Очень Плохие Кубы Так Еще И В целом Как Бо Ничего Не Получается Ну Египтянин Сделал Впервые Ход За 15 Секунд Спасибо Ему Я Трону Ну Что Еще Перманенточку Странно Я Думаю Завтра Конечно Игрок Коба И Сержика С Разницей Во Сколько В 900 К Будет Не Менее Интересно Но Будет Дополнительное Время В котором Ты думаешь У Холина Появятся Какие-то Офигенные Шансы Алигаторы Ну Серьезно Я Просто Честно Говоря Не Особо Верю Что Здесь Есть Какой-то Сценарий В котором Ну Как Б Ну Это Удаление Ок Ну Теперь Вантер Гобас Не Видно Ну Ладно Она Может Встать Тролль Есть Гобас Есть Так У Египта По Итогу Наверное Фалить Не Стоит Уже Хотя Конечно Хз Долго Думал Долго Думал Еще и Зачем-то Дал удар Да Да Плиц В 1 Дэмол Колян Кинул Додж По Прямой А не На Ну Ладно Ок Очень Миндовый Полуфинал Вот Пойти Спать Спокойно Не Смотреть Напомню Что Завтра Мы Смотрим В 9 Круца А Потом В 10 Ситар Играет Ну Он Сам Покажет У Ситара Будет Очередная Игра С Дарками В Си Ней Так Скать Наконец То У Ситара Появится Возможность Выплюснуть Накопившуюся Дарковскую Карму В этом Турнире В Самой Важной Игре Я Надеюсь По крайней Мере На Это Пора Бы Уже Пора Ну А На Круца Я Довольно Сильно Рассчитываю Потому Что Он Играет Намного Сильнее Жакры Клина Жалко Без Шансов Ну И До Игры Было Более Менее Очевидно Что У Клина Шансов Немного Я Б Скал Так Типа Семь К Одному Точнее Один К Семь Дуа Кубы Ничего Не Дали Ну А За Че Ауры Кто 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 Подсказал В Чате Что Ль Там Кто Подсказал Видимо В чате Я Шучу Конечно Да Проблема Простов Что Даже Если Колян Забьет Вантерн Ничего Ему Это Даст Ну Что Даст Вантерн Клину Че У него У него Игра Какая Появится Ну Нет Конечно Ну Нет Конечно Есть Вероятность Забить Два Вантерна В одной Игре Но Это Ну Я даже Не знаю Очень Маловероятно На Монетку Еще Надо Выиграть Кстати Да То есть Забить Вантерн Выиграть Монетку Да Или Можем Убить Как Скушают Гоблины Той же Вариант Кстати Мне интересно Египтянин сам догадался Почти правильно Встать Или Как Или ему Кто-то Подсказал Он Даже Он Даже На Правильную Линию Переходит Ничего Семь Да Ну Влад На самом деле Вот Как раз В дефе Колян Ой В атаке Колян Красно Нет В дефе В дефе В дефе Колян Начал Играть Орковскую Игру Просто Потом Внезапно Залетело Миллион Шары И Стало Уже Ультрафиолетово Какую Игру Ты Там Игра Колян Не Собирается Вантер Нить Что Серьезно Колян Просто Хочет Побить Лос Ну Колян Сдался Короче Ребят Колян Просто Сдался Я Понял Честно Говоря По-моему Психологически Этот матч Довольно Сильно Колян Под Это Подъел Что Он Себ Очень Много Раз Изменил В этой Игре Стоит Признать Очень Много Раз Ни Один И Ни Два От Отрабатывает Договорняк Да Так он Тут Понимаешь Он и аптеку Взял Непруха Колян Взял аптеку Которую Никогда Не берет Понимаешь Тут Прямо Тут Прям Все Колян Сломан Я бы Сказал В первый раз Вижу Чтобы Колян Настолько Часто Отказывался От Своей Игры Да Осуждаю Не одобряю Как говорится Ну зато Блок На тролле Не знаю Должно Это Утешать Не должно Но В общем Да Ну самое Время Знаете Давно Не было Чемпиона Типа Тонгитайда Пора Пора Я думаю Что Рубл Созрел Для Очередного Интеллектуального Чемпиона Вот Хочу Чтобы Египтянин Взял Рубл Потому Что Как-то Вот Ну правда Вот В 26 Сезоне Фламе Брал Чемпионство А до Этого Как-то По-моему Довольно Давно Не было Прям Таких Животных Ну ладно Редактор субтитров